Сходы туи колонновидной колонны, так посеяли мы 9 мая, но в сходе туи обычно примерно около месяца, 3-4 недели. Вот на данный момент она взошла, сеяли простой грунт, с песком перемешаны, сверху опад. Ну я вставлю видео, как мы там сеяли, как придавливали, результат меня очень порадовал, сегодня мы приехали, вчера просто был дождь, надо было накрыть ее. Вот здесь у нас есть гидроизоляция, надо было ее накрыть, но к сожалению мы не успели накрыть, но он резко пошел, я думал здесь будет что-то выбито, нет, уже все нормально, уже можно не накрывать. Ну конечно если ливни пойдут, то желательно приехать тоже накрыть. Но на данный момент у нас с апреля месяца не было дождя, поэтому я думаю накрывать уже не будем, так как она пошла очень хорошо, и взошла очень хорошо. Сеял я примерно столько же, сколько и взошло, ну процентов 90 взошло однозначно. Поэтому я доволен результатом. Так, грядка небольшая, ну тысяч двадцать наверно будет, ту и колонновидной колонны, через два года мы ее выставим на продажу, но не через два, через полтора. Здесь же опять по грядке, грядка метр на примерно раз, два, три, четыре, то есть это примерно около десяти метров, одиннадцать метров, метр на одиннадцать метров, где-то примерно все это засеяно будет. Конечно же постараемся пересадить это через, на следующую весну не будем трогать, а вот через два года, скорее всего будем рассаживать ее, и будет трехлетка. А может быть будем ее продавать уже. Так, тут, это вот специальная гидроизоляция, еще раз повторюсь, для дождя, вернее от дождя. Когда дождь начинается, мы закрываем, поливаем сами. Сейчас мы, конечно же, польем это все, потому что у нас опять начинается засуха. Сеянцы, туи, ну довольно-таки неприхотливы, не то что сосна или ель там взять, она да, подгнивает, туя если взошла, уже в принципе ей ничего не страшно. Женя, а примерно через какое время она начинает сходить, вот как посеяла? Ну я говорю, через месяц, через три-четыре недели она начинает сходить. Мы посеяли 9 мая, сегодня 10 июня. Вот наш результат, ну естественно же мы будем наблюдать за ней, смотреть какая она, семечки у нее, да, как у укропа, так что семя само, так что кажется, что не взойдет, но на самом деле я всегда переживаю, потому что сосна, ель, туя восточная, они всходят, например, через 10 дней. Ну максимум 14, а это постоянно у меня вызывает панику, взойдет, не взойдет. Ну на этот год я результатом бы доволен, как бы проблем с ней нет. Она, кстати, до сих пор, да, еще вон малышей вылазит? Да, до сих пор все идет, и будет восходить она еще, ну да, августа месяца она должна окрепнуть, и к октябрю будет бурная, а на зиму ее можно будет накрыть, а может быть не будем накрывать, посмотрим. Скорее всего накроем, потому что в прошлом году мы накрывали, у меня есть даже видео, в прошлый раз, вернее, когда тут росла так же туя колоновидная, там можете посмотреть, я тоже сеялся в эту же грядку. В прошлом году мы ее освободили, год она отдохнула, вот сейчас уже все идет нормально. Опять же повторюсь, земля обычный, обычный чернозем с песком, перемешанный. Как мы сеем, я вставлю в видео, там будет видно. То есть, можно попробовать, наверное, собирать семян и взрастить ее. Жень, а вот насчет полива, как часто ее нужно поливать? Ну, пока она не взойдет, ее нужно каждый день поливать. Ну, с условием, то что у вас нет дождей, конечно же, от дождя надо прятать, соответственно, пока что просто хвойный опад, ничего еще не взошло, например, семечка под хвойным опадом, ее просто надо заливать. Когда пустила корешок, конечно же, она начинает сходить. Как только она взошла по поливу, конечно же, тут надо очень аккуратно. Вот сейчас, на данный момент, ну да, этот еще здесь мы польем, но уже как она подрастет чуть-чуть на 2-3 сантиметра, там уже надо поливать как можно реже, потому что уже корневая укрепившаяся, и ничего страшного ей не будет. То есть, засухи она бояться уже, в принципе, не будет. Ну, здесь, тем более, везде, покажи, пожалуйста, Кристин, притенение, притенение у нас идет полностью, обязательное притенение. То есть, гидроизоляция, она может и не понадобиться, как это не прискорбно, как бы мы ее делали, да, все прикручивали, но на этот год она не понадобилась. Я все чаще склоняюсь, то, что она становится не нужна, но, по крайней мере, по туи. Вот, ель и сосна, конечно же, там, ну, в прошлом году мы, у нас были потери очень, поели по голубой много, хотя две грядки, вот, пятнадцатиметровых, взошли плотно, лучше, чем здесь, и на три недели зарядили дожди, хотя она была и укрытая, но все равно грибок пробрался и повредил некоторые побеги. Ну, ничего страшного, сейчас она двухлетка, там, и не из двух грядок, одна точно, и осталась живая, если две грядки компоновать, то они довольно-таки хорошо смотрятся, ну, то есть, хватит нам и для продажи, и для рассадки, там, тысяч двадцать будет. Ну, а через год она примерно будет вот такая, пойдемте, я покажу вам, через год она примерно вот такая становится, вот, только колонновидная, это туя западная колонновидная, туя западная колонновидная колумна, вот такая, ну, вот, сейчас бы ее рассадить, если честно, пока что она такая есть, ну, я думаю, здесь она не сильно плотно насажена, было и поплотнее, а там у нас брабант, вот, ну, то есть, вот, через год примерно вот такая будет, к осени она будет уже сантиметров 15, наверное, просто у нас места нету, мы бы рассадили ее, тут не так много, здесь все вот и хитрый, наверное, двухлетки, ну, придется подождать, и рассадить ее уже следующей весной, пораньше, когда продастся определенное количество, брабант, брабант, тоже семечко, я уже говорил в предыдущем видео, практически не отличается от нее, и поэтому, но формой можно видеть, формой, покажи, формой видите, да, вот, какая, какая туя брабант, она разляпистая, она постоянно вся разляпистая, нету такой, чтобы, вот, если колонка там, вы, 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 наверное, заметили, что в колонке там, она, она колоновидная, прям видно ее колоновидная, а здесь прям тяп-ляп, так вот она идет, ну, брабант, тоже хорошая туя, опять же, говорят, что быстро растущая она, я в том видео сказал, я акцентировал на этом внимание, что быстро растущая та, которая поливают, и на этом видео тоже, если будете поливать, все будет быстро расти, даже сморак, который по книжке дает 10 сантиметров в год прироста, если его поливать, он может до 30 дать спокойно, поливать по хвои, не обязательно применять никаких удобрений, полив хороший, полив по хвои дает хорошие результаты, я видел ролики в ютубе, что там и аммиак, что-то, что-то там ложки какие-то, столько надо, вот эта туя побрызганная, это нет, чушь это все, вот я вам откровенно говорю, по своему опыту, я никому не говорю, не делайте так, или не делайте сяк, делайте со своими растениями, что хотите, но я со своими не собираюсь ничем их удобрять, вот они растут, прекрасно себя чувствуют, я их заливаю, поливаю очень хорошо и все выходит классно, ну а впоследствии, если можно видеть, ну вот туя колоновидная у нас, вот уже эта шестилетка уже будет, это вот пятилетка рассажена, эта шестилетка, но она, поверьте, она к осени настолько наберет, вы ее не узнаете, она будет примерно вот такая вот, вот если брать, но на сантиметров 25-30 подымется, это однозначно и будет пышная вся красивая, ну на этом все, уважаемые друзья, просто хотел показать, поделиться опытом, показать входы, какого результата мы достигли. Субтитры сделал DimaTorzok